Приветствую вас дорогие зрители канала Ческом.ру. В этом ролике мы разберем партию с участием двух, скорее всего, самых обсуждаемых персон шахматного мира, а именно поединок между Данилом Дубовым и 18-летним водеркиндом Альрезой Ферруджей в рамках 20-го тура чемпионата мира по блицу. И что стоит заметить, что перед стартом данного тура у нас в турнире был единоличный лидер. И этим лидером являлся Данил Дубов. У него было 14 очков из 19 и он обгонял своих ближайших преследователей аж на пол очка. А у Ферруджи тем временем было 13 очков из 19 и в случае победы Альреза догоняет, а возможно даже обгоняет по коэффициенту Данила Дубова. Итак, партия с временным контролем 3 минуты и 2 секундным добавлением на ход. Данил начал партию ходом Д2-Д4. Черные подхватили ходом Конь Ф6, Конь Ф3 и Альреза Ферруджи всем своим видом показывает, что он намерен конкетировать своего слона и в дальнейшем отправлять своего короля в короткую рокировку. Ж3. Белый отвечает тем же оружием. Слон Ж7, слон Ж2. Рокировка, рокировка. Вот и обе стороны завершают развитие фигур королевского фланга. И тут у Альреза Ферруджи был богатый выбор. Куда ставить пешку Д7? Либо на Д5, либо на Д6. Если пойти в этой поиске Д7-Д5, только более стандартный крепкий ход за черных, на что белые обычно реагируют ходом С4. Черные играют С6, подкрепляя пешку Конь С3, слон Ф5 или слон Ж4. И возникает что-то такое грунфельдообразное. Но молодой, 18-летний, амбициозный шахматист играет Д6. И Ферруджи таким способом применяет староиндийскую защиту. И здесь, вместо привычного, стандартного хода С24, направленного на захват пространства в центре доски, белые берут и играют А2-А4. Данный ход, спешу заметить, не новинка. На практике он встречался не один десяток раз. Но по популярности явно уступают ходу С4. Ферруджи сыграл Конь Д7, развивая фигуры. И белые продолжают давить, играя А5, зажимая черных на ферзевом фланге. Черные ответили ходом С6. С идеей, где-то в будущем ферзя, возможно, поставят на С7 и ладью поставят на Д8, нападая в вариантах на белого ферзя. А белые сыграли Б3. Черные в духе древних старых мастеров играют Е7. Е5 и белые съедают ДЕ. ДЕ. И тут вместо привычного хода слом Б2, белые берут и на ровном месте коня с отличной позиции с поля Ф3 убирают на Д2. Спросите вы, а зачем это делает Данил Дубов? А я вам отвечу. Черные градят уже неприятным ходом Е4 и на ход КНД4 черные могут. Давайте представим, белые играют ладья Е1, черные Е4, КНД4. Очень неприятная позиция, потому что черные могут пойти С5, КНД5 и поднадоить на все эти фигуры по этой диагонали. И чернопольный слом Феружи явно просыпается. Потом белые заранее уводят коня из-под нападения, играют КНФ на Д2, Е4. И видите, черные скрывают своего слоника. И тут вместо хода ладья А2, просто вместо хода с целью убрать ладью из-под неприятной такой связки, белые играют КНД4 и подставляются под ход КНД5. И здесь последовал ход, на который у меня нет логического объяснения. Почему здесь Данил не сыграл ладья А2, не убрал ладью из-под боя? Что здесь могло смутить российского гроссмейстера? Может быть ход КНБ4, но на КНБ4 можно просто ответить ходом ладья А4, нападая на черного коня. А здесь на ровном месте на ход КНД5 Данил Дубов поставил свою ладью на поле А4 и просто подставился под очень несложный примитивный удар КНЦ5. И ладья на поле А4 подвисает ладья А2. КНБ4, ладья висит. Можно было пойти Данилу ладья А3, но в таком случае черный с радостью разменяет Ферзей, перейдут в Эншпиль, сыграют КНЦ2. Единственный ход ладья А2, чтобы ладью не потерять. Но тогда черные просто играют КНД4 и имеют отличные и серьезные шансы на успех, потому что висит пешка на Б3. И также черные здесь цепляют пешку на Е2. И у белых серьезные проблемы. Дубов не нашел лучшего решения, чем сброс качества и сыграл с пол на 3. Черные разменяли Ферзей, съели на А2, белые выбили коня на поле Ц5, нападая на черное ладью. Ладья уходит на единственную свободную клетку Е8. Слон бьет Е4. Очень хитрый ход последовал стороны Данила Дубова. Нельзя черный брать этого слона, ввиду того факта, что белая ладья залезает к черным в гости. Черные обязаны обороняться, обязаны перекрываться от удара. Слон бьет Ф8. И у белых за качество серьезнейшая компенсация и у черных очень серьезные проблемы. Поэтому на слон бьет Е4 черные не стали брать, сыграли слон на А3. Слон теперь висит и черный ладья с поля А8 удачно контролирует пункт Д8. Слон Ж2. Очень сомнительный ход стороны Дубова. Непонятно, почему, когда ты осешь по материалу, у тебя есть недостаток в размере качества, почему не сохранить слона на доске? Почему не пойти слон Ф3? Не пойти слон Д3? И Даниил Дубов допускает ошибку играть слон Ж2. Здесь Феруджо решил сыграть слон Ж4. Непонятно, почему Аль Реза не поменялся на Ж2 и просто не побил пешку на Е2, нападая на пешку С2. Возможно, единственный такой аргумент в пользу того, что Аль Реза не побил слона, наверное, заключался в том, что белая ладья уже заползает на седьмую горизонталь. И не хотел, скорее всего, Аль Реза никаких шансов давать своему сопернику. И поэтому Феруджо сыграл здесь слон Ж4, сохраняя слона на этой диагонали. И слон с поля Ж4 контролирует важное ключевое поле Д7. Белые сыграли А6, черные сразу же отреагировали ходом Б6, нападая на чернопольного слона белых. Естественно, здесь удара никакого на С6 со стороны белых не было, потому что черные могут смело побить слона поля С5 и на съедение ладьи побить слона на поле А8. И у белых имеется две пешки на фигуру, но явно этого не будет достаточно. Белые сыграли слон Е3. Слон бьет Е2, ладья Д2 и слон бьет С4. Черные заедают белого коня и ухудшают белым явно пешную структуру. Белые вынуждены забирать, черные играют ладья А на С8, таким образом защищая пешку на поле С6. И здесь у Даниила Дубова были определенные проблемы. Он понимает, что ему нужно завершать фигурное развитие, но он не знает, как это делать, потому что коня на поле Б1 стоит довольно печально. Если коня поставить на поле А3, то ситуация особо не изменится, потому что коня на А3 ничуть не лучше стоит, чем на поле Б1. У этого коня нет никакого будущего, потому что все поля заняты другими вражескими или своими фигурами. Поэтому он решает сбросить пешку, но после размена заползти ладьей на поле Д7. Очень неплохое решение. Черные не играют ладья Д8, белые съедают пешку на А7 и черные заползают с шахмом в гости к белому королю. Слон Ф1 и очень грамотно Аль-Резеферуджа свою ладью ставит позади проходной пешки белых. Белые избавляются от связки, играет король Ж2 и С5, потому что пешка на бюджете уже подвисала. Естественно, черные не хотят отдавать попросту материал. Играет С6, С5. Слон Д3, ладья А2, черные снова подвязывают белого короля, белые избавляются от связки, входом к королю Ф3. Слон Д4. Неточность у стороны Феруджи лучше было пойти Ф5, захватывая как можно больше пространства, но с другой стороны, правда, ослабляется седьмая горизонталь. Черные сыграли Слон Д4. И здесь Данилу следовало своего слона белопольного разместить на поле Е4. Идея в том, что после размена белопольный слон переходит на поле Д5. Все равно пыльца тяжелая, потому что черные могут избавиться от связки заранее, входом к королю Ф8. Слон Д5, пойти ладья Е7. Может быть, какие-то шансы здесь были бы у Данила Дубова. Хотя бы на возможное дальнейшее сопротивление. А после съедения на Д4, и теперь хода слона Е4, у черных появляется отличная возможность напасть на белого короля. У белых единственный способ для отступления, это ход короля Ф4, сохраняя слона под защитой. Тогда черные просто играют Д3. Белые в партии сыграли слон Д5, нападая на вилку на поле Ф7. А Феруджи это проигнорировал, сыграв Д2. И оказывается, что пешка на поле Д2 никак не останавливается от превращения. Если своего слона вернуть на поле Ф3, черные радостно разменяются, сыграют Д1 ферзь и партия завершится мгновенно. Но Дубов борется в блице до самого конца и правильно делает. Слон бьет Ф7, король Ф8 и вернул слона на поле Д5. Феруджи здесь и глазом не моргнул, превратил он пешку свою в ферзи. Белые объявили шаг, черные ушли. Казалось бы, вот он, возможно, отскок. Ход ладья Е7, но и тут, естественно, Данил Дубов хотел увидеть ход король Ф8, чтобы можно было спокойненько согласиться на ничью трехкратное повторение позиции. Но здесь Феруджи был жесток и сыграл ферзь, бьет Д5. Ладья бьет Е8, король Ф7. И тут признал свое поражение российский гроссмейстер, потому что белый забирает ферзя пешкой, черные заедают ладью королем и партия завершается ввиду того, что у черных имеется лишняя ладья и абсолютно выигранная позиция. И таким образом Аль-Резе Феруджи выигрывает у Данила Дубова и отправляется наверх.